Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего второго квартала 2024 года и будем говорить в целом о рынке жилой недвижимости, вклад социальное жилье по всей Украине, друзья. Поговорим, конечно же, тезисно, что происходило с авторичным рынком социальное жилье в разрезе областей, в целом по области, а также, наверное, отдельно по каждому крупному областному центру. То есть, если для примера будем говорить о, в целом, Харьковской области, то я и уделю внимание и конкретно городу Харькова. Но это все будет достаточно тезисно, обобщенно. Период сравнения будет, друзья, март 2023 год. Будем сравнивать с июнем 2024 года. То есть, ну, практически это полтора года. И вот через призму времени и цифр попробуем разобраться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Будем разбираться с процессами благодаря геоинформационной национальной системе Олимп Ньюс, или проще я ее называю интерактивная карта стоимости недвижимости Украины, которую нам любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Вы можете найти этот бесплатный ресурс, набрав в любом поисковике map.olimp.net.ua. Итак, перед вами карта, интерактивная карта стоимости рынка недвижимости Украины. Начинаем с северо-восточного региона, друзья. Черниговская область. Помечаем светлым пятнышком и смотрим, что происходило с социальным жильем на протяжении почти полутора лет. 256 долларов за квадратный метр. Это у нас на конец июня 2024 года. Ну, а в динамике, друзья, мы видим вот эти луктуации, колебательные процессы. Март 2023 года – это 257 долларов за квадратный метр. Повышение до декабря 2023 года – 259. И вот здесь мы видим уже снижение стоимости квадратного метра. Так что, друзья, вот такой длинный путь проделала недвижимость в Черниговской области. Ну, подешевела недвижимость где-то порядка одного процента за этот период. Следующие, друзья, у нас область, путь Сумская область. 193 доллара за квадратный метр. В динамике посмотрим, что происходило. Динамика отрицательная. С марта 2023 года – это 200 долларов за квадратный метр. И снижение по квартальное до 193 долларов за квадратный метр. То есть, ну, порядка тоже процента снижения за период исследования. Переходим к следующей области, которая входит у нас в северо-восточную часть Украины, северо-восточный регион. Это уже Харьковская область. 174 доллара за квадратный метр. Смотрим, что происходило в динамике с марта 2023 года. Видим 203 доллара. И снижение стоимости по квартальное до 174 долларов за квадратный метр. Ну, это порядка, наверное, 3% снижения за данный период исследования. И последняя область, которая входит в северо-восточный регион – это Полтавская область. Видим 242 доллара за квадратный метр. Также посмотрим в динамике, что происходило. И видим, что марта 2023 года – это 247 долларов. И снижение по квартальное до 242 долларов за квадратный метр. Ну, где-то незначительное снижение в районе 0,5% за данный период исследования. Ну, а теперь, друзья, давайте определимся по областям, где дороже всего стоит квадратный метр жилой недвижимости, социальное жилье. Видим Черниговская область – 256 долларов. На втором месте Полтавская область – 242 доллара. На третьем месте Сумская область – 193 доллара за квадратный метр. И Харьковская область – 174 доллара. Видите, аутсайдер, то есть на последнем четвертом месте. Закрываю сравнительные таблицы. И сейчас поговорим, что происходило в городах областного значения или крупных областных городах-центрах. Итак, видим город Чернигов, помечаем. 256. Город Чернигов. Вот так. 491 доллар за квадратный метр. И в динамике, друзья, видим, что с марта месяца 2023 года – 501 доллар. И снижение по квартальной, вот эта флуктуация здесь наблюдалась. И в июне уже месяца 2024 года – 491 доллар за квадратный метр. Переходим к следующему городу. Это у нас город Суммы. Крупный областной город-центр. Можете приблизить, вот так посмотреть, что из себя представляет. Итак, 485 долларов за квадратный метр. Динамика та же самая, друзья. С марта 2023 года – 496 долларов. И по квартальной, вот здесь колебательный процесс, немного вверх. И по квартальной снижение до 485 долларов за квадратный метр. Следующий город – это город Харьков, друзья. Город Харьков – 607 долларов за квадратный метр. В динамике мы увидим отрицательную динамику снижения. Март 2023 год – 639 долларов. И по квартальной, друзья, снижение стоимости квадратного метра до 607 долларов за квадратный метр. Ну и последний крупный областной город-центр, который входит в северо-восточную часть Украины – это город Полтава. Вот так приближаем этот город, видим, да? 581 доллар за квадратный метр. Динамика тоже отрицательного снижения стоимости квадратного метра. Март 2023 год – 592 доллара. И по квартальное снижение до 581 доллара за квадратный метр. Друзья, ну вот если мы посмотрим, давайте, на сравнительные таблички вот этих данных, да, то без труда определимся, что самая дорогая недвижимость, естественно, в городе Харькове. Хотя, помните, в Харьковской области в целом эта область была аутсайдером на последнем месте. А вот если конкретно говорить об областных городах-центрах, на первом месте по стоимости город Харьков, на втором месте город Полтава, на третьем месте город Чернигов, ну и замыкает город Суммы по стоимости квадратного метра. Так, друзья, быстро, сжато проговорили о целом регионе северо-восточной части Украины. Переходим к следующему региону, друзья. Это достаточно крупный был регион до войны. Это Донецко-Приднепровский регион, куда входила Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская область. Сегодня мы говорим только о Днепропетровской области и о Запорожской области. Итак, за Днепропетровская область в целом социальное жилье на конец июня 200 долларов за квадратный метр. Смотрим, что происходило в динамике. Ну вот, так видим, колебательные процессы 201 доллар в марте 2023 года, потом повышение и снижение стоимости квадратного метра. Хотя последний квартал мы опять увидели 200 долларов за квадратный метр. То есть, по сути дела, цена не изменилась с марта месяца. А если сравнивать в годовом измерении, то есть июнь с июнем 2024 года, здесь стоимость снизилась где-то на полпроцента. Итак, следующий, друзья, целая область. Это Запорожская область. Видим, что 272 доллара за квадратный метр. Смотрим, что же происходило в динамике. Декабрь месяц 2022 года – это 286 долларов за квадратный метр. По квартальное снижение, друзья, видим. И уже в июне 2024 года – это 272 доллара за квадратный метр. То есть, снижение очевидное и значительное. Порядка, наверное, под 3%. Итак, друзья, мы с вами разобрались, что происходило в областях Днепропетровска, Запорожка. Сейчас посмотрим, что же происходило в городе Днепр. Город Днепр – 576 долларов за квадратный метр. В динамике видим с марта месяца снижение – это 592 доллара. И по квартальное снижение стоимости квадратного метра – до 576 долларов. Ну, то есть, порядка 3% тоже видели снижение стоимости. Давайте посмотрим, что же происходило теперь в городе Запорожье. Город Запорожье, друзья, итак, 466 долларов за квадратный метр. Ну, динамика снижения стоимости тоже, друзья, очевидна. 490 долларов за квадратный метр – это у нас декабрь 2022 год. Поквартальное снижение – до 466 долларов за квадратный метр. Ну, то есть, тоже порядка 3% снижения стоимости квадратного метра. А вот теперь, друзья, посмотрите, здесь, если Запорожья область по стоимости 272 доллара, но это в целом по области, мы помним, сюда входят областного значения города, районовые поселки городского типа и селок, то Днепропетровская область уже показала нам 200 долларов, то есть, меньше стоимость в целом по области. А если смотреть в целом по городам, город Днепр, конечно же, лидирует по стоимости квадратного метра, это 576 долларов, и только на втором месте город Запорожье – 466 долларов за квадратный метр. Закрываем, друзья, показ сравнительных таблиц, и давайте посмотрим, что же у нас происходило в Причерноморском регионе. Причерноморский регион, напомню вам, это у нас вот так Одесская область, Николаевская область, Херсонская область, ну и когда-то была автономная республика Крым. Видите, все больше и больше серых пятен. Херсонская область, друзья, хоть, так сказать, под контролем Украины, но рынка недвижимости там практически нет, поэтому я ее поставил в серую зону, чтобы не смущать вас, так сказать, цифрами. Одесская область. Смотрим, что происходило в Одесской области. Видим, Одесская область – 206 долларов за квадратный метр. Динамика снижения с марта 2023 года – 213 долларов. И видим по квартальной, друзья, снижение стоимости квадратного метра до июня 2024 года. Это уже 206 долларов за квадратный метр, то есть порядка тоже 2, чуть больше процентов снижения стоимости. Дальше, друзья, смотрим уже Николаевскую область. Николаевская область – 238 долларов за квадратный метр. Также можем посмотреть, что происходило в динамике. Динамика снижения очевидна. С марта 2023 года – 244 доллара за квадратный метр. Видим, значительное снижение, потом вот здесь колебательные процессы. И в июне 2024 года – это 238 долларов за квадратный метр. Тоже порядка полутора процентов снижения стоимости квадратного метра. Ну и, конечно же, друзья, это в целом по областям. А теперь давайте посмотрим все-таки, что происходило в городе Николаеве и город Одесса. Приближаем карту ближе, она позволяет это сделать. И город Одесса, друзья, вот так. Город Одесса – 750 долларов за квадратный метр. Динамика снижения стоимости очевидна. Март 2023 год – 765 долларов за квадратный метр. Видим, по квартальное снижение до 750 долларов за квадратный метр. Дальше, друзья, смотрим, что происходило в городе Николаеве. Николаев, так помечаем. Видим, что 520 долларов за квадратный метр. И в целом давайте посмотрим, что произошло в динамике. В динамике Николаев с марта 2023 года – это 535 долларов. И по квартальное снижение до 520 долларов за квадратный метр. Обратите внимание, что если сравнивая области, Николаевская область была наиболее, так сказать, дорогой по стоимости квадратного метра – 238, а Одесса – 206, то в Одессе 750 долларов за квадратный метр. Это в городе, безусловно, это стоимость выше, чем стоимость в городе Николаеве квадратного метра. Здесь 520 долларов за квадратный метр. Итак, друзья, очень, кажется, динамично идем по карте стоимости недвижимости Украины. Прошли уже 2 крупных, 3 даже крупных региона. Остался у нас центральный регион, друзья. Центральный регион, куда входит Киевская область, входит Кировоградская, Житомирская, Винницкая и также Черкасская – 5 областей. Давайте будем, в общем-то, разбираться, что тут происходило. Киевская область, друзья, 392 доллара за квадратный метр на конец июня 2024 года. Динамика очевидна снижения. Март 2023 год – 399 долларов за квадратный метр. Снижение в целом по области. И в июне 2024 года – это 392 доллара за квадратный метр. То есть порядка процента, чуть больше может быть снижение стоимости за данный период исследования. Следующая область – это Черкасская область, друзья. То есть если вы посмотрите, вот так давайте я сделаю. Черкасская область прямо находится вот так визуально в центре Украины. Посмотрите, прямо вот в центре. Также можем посмотреть, что 272 доллара за квадратный метр. И увидеть, что динамика здесь уже положительного роста. То есть с марта 2023 года – 268 долларов за квадратный метр. Полебательные вот эти процессы, флуктуации. И в июне 2024 года – рост 272 доллара за квадратный метр. То есть порядка полутора процента рост. Дальше, друзья, переходим к следующей области. Это Кировоградская область, город Кропивницкий. Область оставили Кировоградскую, а город Кировоград переименовали. Логики не вижу, но такое дело. Видим, что 234 доллара за квадратный метр. И, конечно же, в динамике посмотрим. Тоже динамика роста незначительного. 228 долларов – это март 2023 года. И видим, стоимость растет незначительно. Июнь месяц 2024 года – это 234 доллара за квадратный метр. Друзья, ну, посмотрим еще одну область, Житомирскую. В Житомирскую область у нас есть возможность 4 только объекта сравнения сравнивать. 184 доллара за квадратный метр. В динамике можем посмотреть, что происходило. В динамике видим, что март 2023 года – это 178 долларов. И также динамика роста, друзья, до 184 долларов. То есть, вот смотрите, какая интересная, давайте вот так сделаю, в центре закономерность. Чем ближе к западной части Житомирской области видим, да, вот Венецкая сейчас мы можем посмотреть. Ну, Кропивницкая, Черкатская просто в средине, так сказать, Украины. Да, Кропивницкая, конечно, она ограничит с Николаевской и Днепропетровской области. Но динамика здесь тоже положительна. То есть, а вот еще Венецкую посмотрим, последнюю. Давайте я удалю и потом о закономерностях попробуем поговорить. Видим Венецкую область – 373 доллара за квадратный метр. Но это в целом по области. И тоже динамика роста – 368 за квадратный метр. Это в марте 2023 года. И вот видим, как стоимость растет до 373 долларов за квадратный метр за период исследования. То есть, а теперь давайте вот о закономерностях. Все-таки, чем ближе к Западной Украине, потому что Житомирская область граничит с Ровенской, Венецкая с Хмельницкой. Ну, Черкасса – это просто прямо центр Украины. Кропивницкая, конечно, выбивается из этого ряда. Но вот из пяти областей четыре показали динамику роста. Хотя, друзья, я вижу, что опять мы сравниваем динамику роста с мартом месяцем. Но я вижу в последнее время, что стоимость квадратного метра неумолимо снижается. То есть, мы к концу года увидим везде по центральному региону отрицательную динамику снижения стоимости. Возможно, даже до пяти процентов, может, чуть больше. Давайте теперь по городам пройдем, закрою области, потому что мы посмотрели, что происходило в областях. А теперь по городам. Корот Киев, начнем с него. 1 705 долларов за квадратный метр. Самая дорогая недвижимость, естественно, в Украине. Дальше город. Вот так, приблизим его. Город Кропивницкий. 504 доллара за квадратный метр. Дальше, друзья, город Черкасса. Давайте посмотрим сейчас. Кропивницкий. Так, Винница. Город Винница. Вот так его приблизить можно. Можно посмотреть по, в разрезе, так сказать, ценовых зон, сколько стоит. 613 долларов за квадратный метр. Ну и что у нас? Все-таки надо нам Черкасса посмотреть. Давайте вот так. То есть, карта позволяет отодвигать от себя на несколько зумов картинку. Также приближать. Вот здесь у нас Черкасская область. Видите? Сейчас найдем город Черкасса. Вот он, город Черкасса. 558 долларов за квадратный метр. Ну вот несложно, да? Город Киев самый дорогой. Потом город Винница идет. Потом город Черкасса. И замыкает город Крапивницкий. Это мы уже не по областям, а говорим по административным районным центрам, городам, которые являются областного значения. Дальше, друзья, мы забыли про город Житомир, да? Давайте. Город Житомир, вот так он у нас находится здесь. Сейчас мы посмотрим город Житомир. Приближаем. И город Житомир показал у нас, друзья, 544 доллара за квадратный метр. Дальше, друзья, путешествуем по карте. Будем говорить о последнем регионе. Это западная часть Украины, западный регион, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Начнем. Волынская область. Давайте сначала будем говорить о... Так, удалить. Что-то мне не нравится. Сейчас, подождите. Это подсветка. Будем говорить в целом о Волынской области. Видим 354 доллара за квадратный метр. Дальше. Ровенская область. 439 долларов за квадратный метр. Дальше, друзья. Хмельницкая область. 318 долларов за квадратный метр. Ну и Тернопольская область. Возьмем 702 доллара за квадратный метр. В динамике, друзья, здесь динамика роста, как в целом по Волынской области. Видим, да? Смотрите, что происходит. Ну, очень быстро будем. С марта месяца 335 долларов за квадратный метр. И по квартальный рост до 354 долларов. Ровенская область. Тоже очень краткая. Тоже положительная динамика роста. Март 2023 года 422 доллара. И по квартальный рост до 439 долларов за квадратный метр. Хмельницкая область. Видим, то же самое динамика роста. Март 2023 год 309 долларов за квадратный метр. Колебательные процессы и 318 долларов за квадратный метр. То есть мы увидели по четырем крупным областям от одной части Украины положительную динамику роста. Потом мы порассуждаем, с чем это может быть связано. Почему в северо-восточной части, в Донецкой, Приднепровском регионе, в Причерноморском цены падают. А вот части центрального региона и вся западная часть Украины показывают динамику роста. Итак, переходим к Черновицкой области. Это 359 долларов за квадратный метр. Ивано-Франковская 397 долларов за квадратный метр. Закарпатская область 381 доллар за квадратный метр. Ну и, конечно же, Львовская область 359 долларов за квадратный метр. Друзья, даже не сомневаюсь, что везде вы сейчас увидите рост стоимости квадратного метра. Черновицкая область 361 доллар. Здесь колебательный процесс. Но, кстати, вот эти две области, Черновицкая и Львовская, здесь по факту, ну если с июня здесь незначительная динамика роста, а вот с марта месяца здесь все-таки видим отрицательную динамику снижения. Это связано с тем, что эти две приграничные области были перенаселены мигрантами, внутренними переселенцами и в свое время сразу же после войны рынок настолько разогрелся, что цена там была как на аренду, так и на продажу просто немыслимой. Потом небольшой вот такой откат рынка недвижимости. И дальше мы с декабря, вернее, января 2024 года снова увидели рост стоимости квадратного метра. Дальше смотрим. Ивано-Франковская область. Здесь динамика роста наблюдается с марта 2023 года 377 долларов и рост до 397 долларов за квадратный метр в июне 2024 года. Идем по Закарпатской области. Закарпатская область. Динамика роста в целом тоже видим. Март 2023 год 335 долларов и по квартальный рост до 381 доллара за квадратный метр. Ну и Львовская область тоже, друзья, с марта месяца, я вам говорил, что Черновицкая и Львовская область, вот здесь рынок был сильно перегрет, видим 360, снижение до конца года 2023 и в начале 2024 года видим рост стоимости квадратного метра. Это 358 долларов за квадратный метр уже в 2024 году. Итак, друзья, быстро прошлись по областям, их 8 в западной части Украины. Теперь давайте все-таки посмотрим, что происходило в городах уже областного значения. То есть мы будем, опять же, по тому же маршруту следовать Волынская область. Мы будем говорить о городе Луцке, это крупный областной центр, город. Итак, вот так Луцк, можем его приблизить. Смотрим, что в Луцке. 689 долларов за квадратный метр. Следующее, город Ровно, видим, да, можем приблизить его вот так. Город Ровно, 723 доллара за квадратный метр, друзья. Следующий город, давайте вот так, это у нас Хмельницкий должен быть, вот так, видим, Хмельницкий, 661 доллар за квадратный метр. Ну и Тернопольская область, город Тернополь. Четыре объекта сравнения, вашему вниманию. 702 доллара за квадратный метр. Ну давайте традиционно ранжировку сделаем. Самая дорогая недвижимость в городе Ровно, 723 доллара за квадратный метр. Дальше у нас идет 702 доллара, это город Тернополь. За ним следует 689, город Луцк. И Хмельницкий замыкает последние позиции, это 661 доллар за квадратный метр. Вот смотрите, в одной части и визуально они расположены, в общем-то, недалеко друг от друга, но очень, в общем-то, меняется стоимость квадратного метра. Все это, конечно же, зависит, друзья, от инфраструктуры, от предприятий, которые есть, от географического местоположения. Границы ближе, дороже, значит, естественно. И, конечно же, от внутреннего регионального продукта. То есть, какие деньги генерирует экономика того или иной области в целом. И чем выше региональный внутренний валовый продукт, тем, друзья, вот эти мы о закономерностях говорим, которые изучает наука, тем, естественно, дороже стоимость квадратного метра. То есть, у людей есть возможность приобретать недвижимость. И, естественно, недвижимость, так или иначе, отличается в стоимости от более, так сказать, менее или от менее развитого в развитой области, где внутренний региональный продукт меньше, недвижимость там дешевле. Итак, давайте посмотрим. Ну, единственное, что вот город Ровно, почему я предположение, опять же, построил. Это, друзья, все вы знаете, что там незаконно на протяжении многих лет добывают янтарь. То есть, там буквально вырезаются леса, лунные кратеры на месте, где добывают этот янтарь. Причем это нельзя назвать не бизнесом, заработком. То есть, это люди самым настоящим хищническим особом убивают, в общем-то, природу. Да, и что называется, это самое, как вот это в 18 столетии золотая лихорадка. Так его там копают, этот янтарь. Естественно, при этом неплохо наживаются на этом. Ну, не зарабатывают, я не могу назвать этим словом. А наживаются, да, это, наверное, будет более правильно. Итак, закрываем показ четырех крупных областных городов-центров и переходим к оставшимся четырем, друзья. Это у нас город Черновцы. 737 долларов за квадратный метр видим. Да, город Ивано-Франковск. Это 657 долларов за квадратный метр. Это город Ужгород, 687 долларов за квадратный метр. Ну, и, конечно же, город Львов. Вот, смотрите, наиболее дорогая недвижимость в городе Львове, это 933 доллара. Следующий у нас идет город Черновцы. Вот я вам говорил, что это самые дорогие два города были и остаются по стоимости, которые, в общем-то, были перенаселены мигрантами во время первого года войны. На третьем месте у нас город Ужгород. Это тоже, в общем-то, западная часть Украины. На самой-самой границе Закарпатская область называется. И, конечно же, замыкает четверку крупных городов-областных центров. Город Ивано-Франковск. Это 657 долларов за квадратный метр. Друзья, вот так вот, ну, не больше 30 минут я рассказываю вам о том, что произошло в целом по Украине, по областям и по крупным областным центрам. То есть мы поговорили конкретно о городах. Геоинформационная система, то есть это новые технологии, позволяет работать с большими цифрами. И, во-первых, это визуализация великолепна. То есть вы видите на карте конкретно объект исследования, в данном случае область или город. Можете в динамике посмотреть, что происходило. То есть данный ресурс очень ценен для людей, которые интересуются недвижимостью, для оценщиков, для людей, которые работают в финансовых учреждениях, ну и, в общем-то, для всех остальных участников рынка недвижимости, в том числе, конечно, у риэлторов. Теперь о прогнозах, друзья. То есть мы увидели, что начнем с северо-восточной части Украины. И там снижение порядка 2% за период исследования в целом по четырем крупным областям. Дальше у нас Донецко-Преднепровский регион, там чуть больше снижение. 3% – это Запорожская, Днепропетровская область. Причерноморский регион тоже показал порядка 2,5% снижение стоимости квадратного метра. Николаевская, Одесская область. А вот центральный регион, только Киевская область показала снижение. Все оставшиеся четыре области – Житомирская, Черкасская, Кировоградская и Бинницкая – показали незначительный рост стоимости квадратного метра. Но, еще раз повторюсь, в целом регион показал динамику незначительного роста. А вот западная часть Украины, она вся, друзья, показала там где 2, где 3, где 4% ростом в соответствующий период исследования. О прогнозах. Я, друзья, просто не сомневаюсь, что в западной части Украины до конца года мы увидим рост также стоимости квадратного метра. Порядка, наверное, будет выше 5, может быть, даже еще выше. При всем при этом макроэкономические показатели, вот тот самый внутренний валовый оригинальный продукт, там в отвратительном состоянии, как по всей Украине. Но стоимость квадратного метра растет. И у нас будет записана, я надеюсь, в ближайшее время беседа о рынке недвижимости с математиком Лянца и с профессором Ворониным Валериком Станычем, где мы попытаемся на теории игр показать, как она работает на рынке недвижимости. Я думаю, что это будет интересно. Мы там очень подробно с цифрами, математикой вложим свою гипотезу. А вот в оставшейся части Украины, друзья, включая центральный регион, мы будем видеть до конца года снижение стоимости. Где-то больше, где-то 10%, где-то 5%, но в целом будет отрицательная динамика снижения стоимости квадратного метра. С чем это связано, еще раз анонсирую, будет записан отдельный видеоролик, чтобы не утомлять, не перегружать вас цифрами, в котором мы расскажем о причинах следственных связей. Попробуем к этому делу, так сказать, извините за сленг, прикрутить теорию игр. Я думаю, что вам будет интересно. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам необходимо сделать что? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете обсуждать видео, можете ругаться на меня только с аргументами, иначе я вам не отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или картой, в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!